Вот эта штука крутая. Это вообще здорово. Любые варианты с подъемом. Новые тренажеры, турники, брусья и кольца. И даже тренажер для скалолазания. Все это спортивное оборудование теперь находится у ребят, воспитанников Кытмановского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас в центре проживает 27 детей. Сложилось так, что в нашем центре очень много мальчиков. Девочек совсем немного. И даже девочки у нас занимаются спортом. И эта площадка, это такая помощь. Такой подарок центру сделал благотворительный фонд «Сила добра». Его организаторы – три девушки, каждая из которых на протяжении долгого времени занималась благотворительностью. Объединить свои силы они решили год назад. Круто, что мы три разные, у нас три разных направления. И когда у нас какой-то организовывается проект, Оля у нас отвечает за документы, Яна там за блогеров, за еду, у меня переговоры. Мы мамы, у нас у каждой есть дети, и поэтому тема детей для нас очень актуальна. Наш фонд оказывает помощь детям, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Также мы оказываем помощь детским учреждениям. Мы, конечно, за развитие, за спортивное. Наши проекты созданы для того, чтобы все-таки дети получали какие-то навыки, развивались. В этот раз конкретно у нас социальный проект «Спорт во дворе». Хотелось особое внимание уделить именно спортивному развитию детей и подростков. Поэтому с Кытмановским центром помощи детям мы сотрудничаем уже давно, помогаем детям. И поэтому, так как это отдаленный участок, хотелось выбор сделать именно на них. На дружескую встречу с воспитанниками центра приехал двукратный чемпион России и Европы, а также трехкратный вице-чемпион мира по бодибилдингу Барнаулиц Александр Барбашин. Почему этим детям надо помогать? Потому что, да даже не потому, что они чего-то лишены. Это дети, которые могут добиться очень многого. Но которые, к сожалению, не понимают, насколько велики возможности любого человека. Вот достаточно просто показать, что человек может все. Я в этом искренне уверен. Эти дети вот на двух турниках и так научились делать то, ну давайте так, у меня первый разряд по спортивной гимнастике. Я не умел такого делать. Несмотря на непогоду, ребята с удовольствием занимались на спортплощадке, а также задавали все интересующие вопросы. Мне очень понравилось было, так сказать, познавательно. Насчет площадки скажу. Площадка хорошая сделана. Заниматься будете? Конечно. Вообще по поводу встречи, встреча достаточно увлекательная была и познавательная. По поводу площадки, она очень нужна была центру, поскольку детям особо негде заниматься и выходы здесь не такие частые. Хотелось бы, конечно, данный проект вывести в массы, реализовать его в других центрах помощи. И вот мы, конечно, открыты к сотрудничеству. Очень бы хотелось, чтобы этот проект жил дальше. Организаторы фонда продолжают работать над развитием проекта и будут рады любой помощи. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.